Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать вторую главу этого послания. В этой главе апостол продолжает объяснять причины, которые удерживают его от посещения Коринфа. Это с первого по четвертый стих. Затем он пишет о человеке, находящемся под церковным осуждением за грех, кровосмешение, советует им восстановить его, объясняя при этом, почему они должны так поступить. Об этом с пятого по одиннадцатый стих. После этого сообщает им о своих трудах и успехах в проповеди Евангелия в разных местах. Об этом с двенадцатого по семнадцатый стих. И мы читаем с первого по третий стих. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением». Он устал огорчать этих людей. В первом послании к Коринфянам он причинил им огорчение, когда сказал, что надо предать сатане вознеможение человека, который впал в блуд, которого нет даже в миру. Далее, второй стих. «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» Конечно, он делает необходимое служение, когда нельзя молчать, когда молчанием предается правда Божия, когда молчанием предается Бог, иногда он вынужден говорить о неприятных вещах. Третий стих. «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». Источником радости для всех христиан является Дух Святой, Дух Божий, источник радости и умиротворения, Дух Утешитель, сокровища благие и жизни подателю. Древнехристианский экзегет Амбразиастер пишет, «Смысл ясен, ибо от того не захотел Павел прийти, что, порицая немногих, причинил бы боль многим и самому себе, поскольку ведь все члены тела страдают, когда один из них болит». Мы должны иметь ответственность друг за друга и осознание проблем друг друга как своих личных проблем. Далее, 4 и 5 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам». Вот здесь апостол Павел говорит о том, что он имеет стесненное сердце. Сейчас многие православные люди и на Востоке, и на Западе имеют стесненное сердце от великой скорби, потому что мы иногда видим, что ничто не зависит от нас. Мир действует по своим законам, по своим принципам, точнее, отталкивается от отсутствия любых нравственных и моральных принципов. И это стесняет наше сердце, потому что мы тоже часть этого мира. Мы часть русского мира, белорусского мира, украинского мира, славянского мира. И когда мы видим какие-то нестроения, для нас это стеснение нашего сердца от великой скорби. Апостол Павел здесь переживает за конфликт, связанный с одним человеком, который впал в блудодеяние. И это для него как бы кораблекрушение веры, чуть ли не всей общины. А как бы он отнесся к тому, если бы между христианами того времени начались бы какие-то крупные конфликты на уровне военных потрясений. Пятый стих. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас». То есть, если мы составляем во Христе одно тело, и кто-то огорчает меня, или кого-то огорчаю я, и это касается всего тела. Что же за проблема? Об этом мы читали в первом послании к Коринфянам, пятая глава, с первого по пятый стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». То есть, живет с мачехой. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане вознеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Амбразиастер пишет, «Ясно, что если кто-то с сердцем порицает, то сам страдает от называемых прегрешений в большей мере, чем тот, кто принимает упреки. И не для того порицает, чтобы огорчить, то есть опозорить, но чтобы показать, какой любовью горит к нему. Кто же не из такого чувства порицает, кого? Тот брата своего огорчает, ибо лишь оскорбляет тот, кто не соболезнует брату своему». Оказывается, мы должны воспринимать падение любого брата, любой сестры как некое серьезное заболевание и не злорадствовать по поводу павших в грех братьев и сестер, а напротив проявлять сострадание. И если в первом послании к Коринфянам Павел отлучает этого христианина от церкви, то во второй главе второго послания к Коринфянам он прощает его. Нельзя бесконечно держать человека под какой-то эпитемией. И далее мы читаем шестой по восьмой стих. «Для такого довольна сего наказание от многих». То есть все единодушно осудили его поступок. «Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью». То есть тот, кто обличает, он чувствует стеснение сердца, а тот, кого обличают, он может быть поглощен чрезмерной печалью, если ему не дадут, не предоставят утешения. А какое может быть лучше утешение, если не прощение оступившегося, споткнувшегося брата? «И потому прошу вас оказать ему любовь». То есть объять его любовью, покрыть своей любовью его грех и его преступление. Как в одном потеряке рассказывается о том, как один старец вышел в монастырский сад и увидел, что монах занимается блудом с кем-то в темноте. И он подошел и накрыл своей мантией согрешающего брата. Тот, кто был под ним, выскочил, убежал. А брат в ужасе встрепенулся и не понял этого действия старца. Но старец сказал, «Твой грех — это мой грех». То есть мы не должны отделять себя от других христиан, православных христиан. Мы чувствуем их проблемы. И если кто-то из наших братьев спотыкается, это не повод для злословия, для злорадства. Так могут поступать только те, которые уподобились бесам, которые радуются о наших падениях. Мы должны все покрывать любовью. Поэтому Павел и пишет, и потому прошу вас оказать ему любовь. В блаженной памяти священник Данил Сысоев пишет, апостол говорит, «Я требую, чтобы вы подтвердили свою любовь к нему, показали, что вы любите его и возвращаете к себе, что вы не забыли его, что он не забросили его, что он не является для вас каким-то отребьем, что он не враг ваш». Отец Данил продолжает, во всех случаях, кроме вражды против церкви, мы не должны относиться к согрешившему, как ко врагу. Кто сражается с церковью, с тем церковь не может не бороться. Но если нет вражды против церкви, а есть грех против церкви, сделанный внутри церкви, такого человека нужно любить и стараться вернуть, как апостол Павел в другом месте говорит, «Если же кто не послушает Слово нашего в всем послании, того имейте на замечание, и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата». Это второе послание к фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих. Девятый стих Павел пишет, «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны». В первом послании он писал, что надо отлучить его от церкви, но он имел в виду и в первом послании, чтобы его душа была спасена. Потому что иногда отсеченный от церкви быстрее возвращается в нее, чем нежели человек находится в церкви и нравственно и морально разлагается. Отлучение от церкви дает неким людям такую встряску, что побуждает их непременно вернуться назад в Дом Божий к общению с другими верующими. Амбразиастер пишет, «Насколько можно понять, Павел здесь порицает послушных коринфян в ином отношении, ибо они уже исправили то, что относится к устройству церкви. Теперь же апостол хочет от них послушания и в том, чтобы брата своего укрепили в любви, приняв его в свое общество». И в христианской церкви всегда был такой порядок, что человека заодно и то же дважды не наказуют. Если человека лишили сана, не дай Бог, он христианин, который несет наказание и в собственном смирении, он не убегает в раскол, там куда-то еще, в собственном смирении, он даже являет пример для других людей. Мне известен такой случай, когда человека буквально оговорили, но даже те обвинения, которые на него были, они как бы не соответствовали тому наказанию, которое он понес, его там лишили сана и так далее. Но этот человек не убежал в мир, он уехал в монастырь и там подвизается как простой инок, являя пример и послушание церкви, и послушание Христу, который учит нас быть людьми незлобливыми. И вот здесь апостол Павел пытается понять, важно выяснить, насколько они способны прощать. Он уже выяснил, что они способны подчиняться, и брат был отлучен, но теперь им предстоит нечто более важное – вернуть брата к себе. И апостол Павел пишет, 10-11 стих, «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Оказывается, если мы злопамятны и не способны прощать, то сатана обязательно причинит нам ущерб, потому что в таком непрощении согрешившего мы уподобляемся сатане, который, пав однажды, уже не может восстать. Но мы знаем, праведный семь раз падает, семь раз поднимается. И здесь, когда апостол Павел говорит, «Если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». То есть, если священник или епископ прощает кого-то, он это делает от лица Христа. Например, в таинстве покаяния, в таинстве исповеди. Читаем Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Епископы и пресвитеры имеют власть прощать от имени Христа. И сама формулировка «Иас недостойный священнослужитель, прощаю и разрешаю тебя» это делается от имени Христа. И в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 19 по 23 стих, мы находим такие слова. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты, из-за опасений от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. И Иисус же сказал им вторично, «Мир вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть священнослужители отпускают грехи не силой своего собственного благочестия, это делается силой Духа Святаго по поручению Христа. И однажды апостол Петр задал вопрос, «А сколько раз можно прощать брату?» До семи ли раз? И Христос говорит, отвечая, не говорю до семи раз, но до семидесяти семи раз, то есть неопределенное количество. Амфилохий и Канийский святитель пишет, «Что ты осквернен, знаю, любезный, что ты осквернен, впрочем, раскайся, и я твердо уверяю тебя, ты будешь принят. Мы примирим тебя с Богом, не бойся. Имеешь спасение, имеешь покаяние, только откажись от греховной своей работы. Через нас Сын Божий отверзает рай. Только покайся, только обратись, хотя мы предстоятели и сами грешники, но Христос Бог наш с величайшим благоговением вручил ключ от рая в руки нас смертных, что свяжете на земле, говорит, будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Посему с упованием раскайся и получишь прощение от того, то есть от Христа, кто имеет власть на земле отпускать грехи. И когда Павел говорит, что я прощаю от имени Христа, он говорит, как служитель Христа, который выполняет поручения Христа, ведь Христос дает эту власть, когда он готовился вознестись на небо, он не хочет забирать власть, прощать грехи собою на небо, он оставляет ее на земле. Далее мы читаем 12-13 стих. «Придя в Трааду для благовествования Христе, хотя мне и отверстно была дверь Господа, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Вот здесь мы видим, насколько апостолы были привязаны друг к другу. Он приходит в Трааду для благовестия, то есть для проповеди Евангелия, и там все было хорошо. Дверь для благовествования было отверстно Господом, но он не имеет покоя духу своему, потому что не нашел там брата Тита. Вот может быть, это как пример апостол Павел показывает, что каждый христианин – это великая ценность, как и тот, которого надо теперь простить с любовью, тоже великая ценность. Он приводит это как пример, он говорит, «Да, у меня все было хорошо, я мог спокойно проповедовать, я чувствовал поддержку Бога, но мне было тяжело, не было брата Тита». И в блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет, «Дальше апостол Павел продолжает мысль, он оправдывается перед коринфянами, рассказывая им о своих планах, как он хотел прийти в коринф, почему задержался, в чем педагогическая цель его задержки. Он просит простить кровосместника, не дожидаясь его, то есть Павла, чтобы кровосместник не был похищен дьяволом. Но дальше апостол вдруг резко меняет тон речи и начинает рассказывать о силе благовестия. С чем это связано? Отец Даниил продолжает, святитель Феофан Затворник говорит, что дело в том, что апостол был охвачен Духом Святым, и когда он писал, Дух Святой повелел ему раскрывать тайны Божьи. Так бывало и с пророками, когда они рассказывали, и вдруг Господь открывал им нечто совершенно новое, раскрывающее суть их прежнего действия. Здесь мы видим, что проповедь апостола, ее духовный смысл раскрывается апостолом. Дальше ближайшие несколько глав будут посвящены описанию того, как Евангелие действует во Вселенной. конец цитаты. То есть апостол Павел пишет эти послания объятые Духом Святым. А Дух Святой это Дух Любви. Сам Павел пишет, любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым. И он пишет, вы должны простить этого человека, этого блудника, нам должен быть дорог и небезразличен всякий человек. И хотя с Титом было все нормально, но его отсутствие огорчало Павла. Мы должны чувствовать зависимость один христианин от другого христианина, никого не выбрасывая из своего сознания, никого не оставляя в своих молитвах и воздыханиях. Далее с 14 по 16 стих «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте». То есть не мы сами проповедуем, Христос через нас распространяет благоухание, познание о себе на всяком месте. Благоухание — это то, что привлекает людей обычно. И люди понимают благоухание как духи, как какие-то натирания, притирания. Но в христианском понимании благоухание христовой праведности — это то, что должно стоять на первом месте. Я попытаюсь объяснить, что это такое. Например, вы исповедовались, вы причастились, и вы чувствуете, как через эти таинства вы восстановили отношения с Богом. И вы начинаете вожделеть, сохранять это состояние как можно дольше. Потому что благоухание Христово благовествование проникло в вашу душу, наполнило ваше сердце, вы не хотите расставаться со Христом. Вы знаете, что жизнь без Христа, жизнь вне церкви — это рабство дьяволу. И бы мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. То есть каждый христианин, который несет свидетельство о своей вере, он есть Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Что значит благоухание Богу? Как бы воскурение благоухающего ладана, который возносится к Богу. То есть Бог лучше всего воспринимает не каждение, а когда мы помогаем людям идти путем спасения. Поэтому и сказано, мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, особенно в погибающих. Ведь сам Христос учит, что истинный пастырь оставляет 99 обедц и идет за одной и ищет, пока не найдет ее, а когда найдет, он берет ее на плечи и несет. В Мишнянском трактате Кадюшим говорится о том, что если человек приобретает что-то, он должен это что-то взять и пронести какое-то время. Поэтому когда Христос берет найдену овцу, кладет на плечи и идет с ней, она становится его любимой собственностью. И вот это благоухание для одних запах смертоносный на смерть, когда они слышат проповедь и не принимают ее, а для других запах живительный на жизнь. и кто способен к всему. То есть это не от нас. Одни отрицают нашу проповедь, другие принимают. Для одних это запах смертоносный, а для других запах живительный. Церковь с древних времен проповедует как бы в двух измерениях. Для одних во свидетельство, для других во спасение. Восвидетельство это проповедь по отношению к тем, которые не принимают ее. Для них это запах смертоносный на смерть. Но почему это проповедь в свидетельство? на страшном суде они не скажут «Мы не слышали Евангелие». И будет свидетельство «Вы слышали и видели служителей Христа, но сами не приняли». А для других запах живительный на жизнь – это те, которые слушают Слово Божие и принимают его. Профессор Десницкий пишет Павел использует образ римского триумфа, когда победивший в битве полководец вел пленников в столицу империи, шествие сопровождалось воскурением благоводий, посвященных римским богам. После парада пленников часто убивали, поэтому победителем благоухания служило знаком победы, а пленником символом предстоящей гибели. Поскольку по-гречески буквально означает это выражение совершать триумфальный въезд, давать возможность торжествовать, вести за собой в триумфальном шествии кого-то, его смысл здесь можно понимать по-разному. Один смысл Бог ведет апостолов как пленников в триумфальном шествии, Павел таким образом движется к своим страданиям и смерти за проповедь Христа. Другой смысл Бог ведя апостолов как пленников являет через них свою славу. Далее Бог ведет их в триумфальном шествии как приобщенных к славе его победы метафора триумфальной процессии должна показать победу Павла, о которой он узнал от Тита, принесшего хорошие вести из Коринфа. Давайте перечитаем эти слова, сообразуя их с тем, что нам говорит уважаемый профессор Десницкий. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему?» То есть такое действие оно осуществляется свыше. 17-й стих «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». И Амбразиастер пишет, здесь Павел намекает на лжи апостолов, которые были склонны к искажению учения и Слова Бога. То есть когда он пишет, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». Вот эти «многие» он имеет в виду лжиапостолов, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. вот эти слова «как от Бога» означают «Павел уверен, что источник его миссии и проповеди сам Бог, потому что человек сам неспособен, как мы прочитали, и кто способен к сему, то есть к сему служению». Итак, братья и сестры, сегодня мы окончили изучение второй главы второго послания Коринфяна. В следующий раз, если будем жив, Господь позволит, мы будем читать третью главу этого послания. Продолжение следует...